Радио Болткома 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 И как мы видим, следующий вопрос, который наше одно из самых новых исследований, на что показало, это слабая регуляция управления предпринимательской средой. Это то, что вы назвали также финансовый сектор. Те регуляции, регулятивные действия, которые сейчас в целом очень влияют полностью на развитие нашей экономики и, как мы видим, не в совсем позитивном ключе. Поэтому предпринимательская деятельность больше всего от этого страдает. Это влияет, безусловно, на налоговые отчисления и отплыв нашего населения, в том числе, очень снижает нашу покупательную способность и другие показатели нашей экономики. Да, вот мы знаем, с одной стороны, сейчас происходит региональная реформа, с другой стороны, чтобы не вдаваться, может быть, в такой политический аспект больше об экономике, мы понимаем, что, видимо, от того, что как-то по-другому нарежут или нарисуют вот это административное деление, ведь не появятся ни хорошие дороги, ни инвестиции. Вопрос территориальной реформы. Это больше сейчас, конечно, политический вопрос, хотя у нас очень много исследований было по этому поводу. Безусловно, реформа необходима. Мы вот недавно провели анализ предпринимательской среды, сравнительный анализ Литвы и Латвии. И это было в рамках межприграничного сотрудничества, именно как это происходит у приграничных предпринимателей Литвы и Латвии. Результаты показали, что литовские предприниматели более активны на территории Латвии, чем латвийские предприниматели на территории Литвы. И в целом условия предпринимательской среды обладают большими преимуществами, чем это происходит в Латвии. Когда мы стали анализировать более детально, то мы видим, что также территориальная реформа или, скажем так, административное деление влияет на развитие предпринимательской среды. Безусловно, реформа необходима. На данный момент то, что наша небольшая Латвия очень раздроблена на 119 самоуправлений, это не способствует более эффективному использованию ресурсов. Здесь я полностью согласна. Однако тот подход, который применяется на данный момент со стороны, скажем, авторов этой реформы, он скорее более такой поверхностный и не базируется на тех… Больше такой бюрократический, да? Более, может быть, даже политический. Более политический. Он не базируется на тех конкурентных преимуществах территорий, которые они обладают и которые должны были стоять во главе угла при организации такой реформы. Да, вот в числе… Да, может быть, мы потом еще перейдем, вернемся, может быть, к каким-то бизнес-направлениям. Я знаю, что у вас было очень интересно у ваших сотрудников исследование в области медицинского туризма. Об этом мы чуточку попозже. Давайте все-таки несколько слов о самой конференции, которую, я так понимаю, еще раз напомню, может быть, наслушают и предприниматели тоже. 31 октября. Чему конференция будет посвящена? Я так понимаю, что прямо в здании Академии наук. Да, Академия наук три года назад приняла такое решение, чтобы, знаете, как-то повлиять со стороны науки ученых на нашу предпринимательскую среду, бизнес-среду, народное хозяйство. Очень важно раз в год нам организовывать международные экономические форумы и тему определять именно на будущее то, что является таким самым кричащими проблемами на данный момент. Первый форум мы организовывали в 2017 году, он был посвящен латвийской экономической идентичности, made in Latvia. То есть мы определялись теми конкурентными преимуществами нашего народного хозяйства и определили 10 самых главных, которые мы можем позиционировать в международном контексте. В прошлом году конференция была посвящена дигитальной экономике. И в этом году, безусловно, среда предпринимательская и регуляция предпринимательской среды, те критические пункты, пункты, которые мешают и которые помогают развиваться предпринимательской среде, стала основной темой конференции этого года. И мы раскроем такие вопросы, как, ну, например, какой финансовой поддержкой предприниматели могут ожидать после 2020 года? Какое будущее банковского сектора вообще ожидается в перспективе, особенно в условиях борьбы с отмывкой денег? Как регламентирующая политика Европы в целом влияет на предпринимательскую среду и на предприятия? Как увеличить эффективность предпринимательской среды? Как увеличить, скажем, отдачу от того государственного ресурса, который вкладывается в более чем 100, по нашим расчетам, 150 различных малых и крупных организаций государственного и местного значения, которые направлены на поддержку предпринимательской среды. В Литве их в три раза меньше, а отдача гораздо больше. То есть у нас есть над чем задуматься и что бы анализировать. Да, такое ощущение, что вот у нас все-таки количество пока в качестве не переросло, к сожалению, да? Да, к сожалению, вот эта раздробленность и это количество действительно не всегда дает качество. Я с вами согласна. Также мы посмотрим на наши конференции лучшие примеры, как мы со стороны науки видим лучшую практику в улучшении нашей предпринимательской среды, финансового сектора, также развитие государственной поддержки в долгосрочной перспективе. Да, я так понимаю, что среди участников, или вот как сейчас модно говорит панелистов, будут и депутаты Сейма, и эксперты. Я так понимаю, что ожидаются иностранные гости, да? Конечно. Прежде всего мы создаем этот форум как платформу сотрудничества между учеными, предпринимателями и политиками. Это очень важно. Мы должны уметь друг друга услышать. И для нас, ученых, очень важно понять, чем дышит бизнес, что необходимо для него. И я уверена, что для политиков это будет одним из самых лучших, скажем, ну, такой обратной связью со стороны населения и предпринимательства, что необходимо менять уже на законодательном уровне. Как вам кажется, все-таки, вот сейчас было опубликовано последнее исследование, вот индекс предпринимательской деятельности, да, или вот предпринимательской среды, вот все-таки на ваш взгляд, в чем проблема, почему мы отстаем от Литвы, от Эстонии? Как я сказала в самом начале, на мой взгляд, одна из основных проблем – это слабая регуляция управления предпринимательской средой в целом. Ну, во-первых, это кратковременное решение, которое принимается. То есть, вот зададим вопрос, почему, допустим, мы разрабатываем план национального развития, у нас много долгоскрочных документов, но если посмотрим ту же декларацию, Валдей без декларации, тогда мы видим, что там нет ни одного слова о плане национального развития. Вопрос заключается, для кого мы создаем эти планы – для Европы или все-таки для нас самих? То есть, вот этот подход кратковременных решений, вопрос также, который показывается практически во всех исследованиях, это отношение со стороны государственных институций к предпринимателям, к нашим жителям, к тем, которые находятся как здесь, так же и за рубежом. У меня совсем недавно была одна встреча с одним предпринимателем, который стал работать также на территории Эстонии, и он сказал только одну, я посетила вот этот Валсинио Денес, да, то есть… Их службу госдоходов, да. Да, службу госдоходов в Эстонии, и после того отношения, которое я получил там, у меня нет никакого желания, абсолютно никакого, не платить налоги. Я это хочу делать, то есть я мотивирован это делать. То есть этот вопрос отношений, он тоже очень важен, он показывается практически в любых интервью, в любых исследованиях. На микро- и макро-уровнях. Да, вот и результат мы видим, что Эстония, хотя она меньше и по территории, и по количеству населения, тем не менее вот собираемость налогов там больше, эффективность использования вот этих средств налогоплательщиков выше, и по вот этой конкурентоспособности бизнеса или предпринимательства Эстония тоже нас обогнала довольно значительно. Да, вы правы, это так. По многим показателям мы отстаем, да, это верно. Не только показательно doing business, но и также в других сферах. Да. Вот я так понимаю, что может быть конференция как раз напомнена будет с 1 октября, и я так понимаю, первый тоже, да, второй день конференции. Да, у нас первый день будет посвящен больше, у нас будет пленарное заседание, основные спикеры будут также приглашены из других стран и из нашей страны, которые обозначат основные, главные, может быть, проблемы и решения, над которыми нам надо работать. А второй день будет уже разделено 4 секции. Одна секция будет именно посвящена банковскому сектору, вторая – инвестиционной. Третья секция будет посвящена дигитальным решениям как эффективному средству для поддержки предпринимательской среды. И четвертая наша секция будет посвящена молодежи, то есть как вовлечь молодежь в активную деятельность. Предпринимательскую. А вообще, как вам кажется, вот молодые люди, они вообще склонны заниматься предпринимательством, или они считают, что вот, ну, пока я учусь, я лучше буду просто наемным работником, где-то подрабатывать, зарплата идет, и хорошо, никаких рисков? Молодежь у нас, конечно, я считаю, что у нас замечательная молодежь. С тем, сколько я столкнулась с нашими студентами, с нашими молодыми людьми, которые у нас проходят практику, те, которые интересуются наукой, те, которые желают чего-то достичь, они действительно обладают очень большими талантами, знают много языков, желают активно участвовать. Очень часто уезжают в другие страны, как мы видим, именно по этим причинам, потому что их уровень конкуренции с способностями достаточно высокий. Молодежь обладает амбицией вовлечься в предпринимательскую деятельность. Это то, что я вижу сама, и они желают узнать, каким образом тоже государство им может дать какую-то поддержку, где они могут получить какую-то менторскую поддержку со стороны уже предпринимателей и ученых. Я считаю, что у нас хороший потенциал молодых людей. Нина Линда, у нас в студии, руководитель института экономики. Привемся ненадолго, новости и реклама. Я вижу, что есть и звонки радиослушателей, и после небольшой паузы будем их принимать. А сейчас реклама. Еще раз добрый день, Нина Линда. Напомню, у нас в гостях, руководитель института экономики. Мы говорим о международной конференции, которая начнется 31 октября и не только. Вот мы уже упомянули о таком, мне кажется, перспективном виде бизнеса. Бизнес – это медицинский туризм, поскольку что-что. А пока у нас еще врачи, чаще всего, конечно, в частных клиниках, которые оказывают высококвалифицированную помощь, в принципе, достаточно еще. Вот я так понимаю, что вы проводили исследование о медицинском туризме. Может быть, несколько слов об этом? Да, наше исследование показало, что медицинский туризм – одна из самых перспективных областей развития нашей экономики. Особенно мы хорошо котируемся в скандинавских странах. Мы проводили исследования, анкетирования в Норвегии, в Дании, в Финляндии. Мы проводили исследования также в Англии. И это те основные рынки, откуда мы можем ожидать и рекламировать наши услуги медицинского туризма в Латвии. И такие услуги очень, скажем, пользуются спросом, как стоматология, как коррекция зрения, как наши услуги также… Наверняка пластических хирургов. Пластических хирургов. Наши услуги по репродуктивной медицине. Наши услуги по СПА и рехабилитации. То есть это большой спектр услуг, которые скандинавские, скажем так, наши исследования показали большой потенциал их использования здесь. Конечно же, необходимы определенные каналы выхода на эти рынки. Необходимо уметь выстраивать правильный маркетинг. Но почему именно наши услуги более конкурентоспособны, чем, допустим, даже с нашими, кстати, соседями? Именно потому, что, как первый, один из первых факторов указали достаточно высокую квалификацию наших врачей. Хорошее качество. И, ну, что уж греха скрывать, безусловно, за, ну, меньшую, скажем, стоимость этих услуг, чем это в скандинавских. Это, в принципе, привлекает в основном. Это привлекает туристов сюда. Также то, что наши врачи знают английский язык, нету такого определенного барьера общения. Хороший фактор, привлекательный, это то, что здесь есть возможность получить эту услугу гораздо быстрее. То есть нет таких очередей, с которыми сталкиваются жители Скандинавии, Великобритании, в своих странах. Да, давайте будем принимать звонки. Одевайте, пожалуйста, наушники. 621-12-939, 621-13-939. Добрый день, слушаем вас, пожалуйста. Добрый день, Александр. Да. Скажите, пожалуйста, вот насколько я понимаю, что вот ваши исследования носят рекомендательный характер. Как прислушаются политики? То есть политика, я так понимаю, что к вам не прислушивается. Вот вы сказали, в 2010 году вы предсказали демографию, но это нетрудно сделать после 2008 года. А вот что вы предсказывали в 2000 году, это один вопрос. И второй вопрос, вот как вы прогнозировали, например, рост бюрократического аппарата, эффективность управления. Спасибо. Спасибо. Большое спасибо за очень точный вопрос. Рост бюрократического аппарата – это, по сути, один из самых больших статей расходов в нашем бюджете относительно, то есть не в абсолютных цифрах, а относительно, в процентах относительно нашей экономики в целом. Вы, я совершенно согласна, что иногда, знаете, на некоторых конференциях нашу страну действительно ставят в разряд бюрократических стран, потому что удельный вес бюрократического аппарата, он выше, чем в других странах. Это так, на это указывают тоже некоторые наши исследования. Рекомендации, как правительство прислушивается к нашим рекомендациям – это самый сложный вопрос, потому что каждый наш форум мы не просто, знаете, собираемся, обсуждаем и расходимся по домам. Мы проделываем большую работу и создаем резолюцию с нашими главными выводами, с нашими главными предложениями для правительства, для министерств, также для предпринимателей, для ученых, с теми необходимыми направлениями, которые нужно развивать и брать во внимание на уровне законодательства. Мы даже стали один из наших ученых, к сожалению, он уже не с нами, но тем не менее он всю свою сознательную жизнь посвятил именно публикации своих рекомендаций для правительства, создал несколько книг и был настолько смелым, что также на все предложения, которые наш институт уже с 1998 года, стал посылать в наше министерство, он также в этих исследованиях можно видеть также ответы этих министерств на наше предложение. В основном эти ответы очень формальные. Либо министерство, скажем, перекладывает эту ответственность на какую-то другую институцию и отвечает нам, что она просто этими вопросами не занимается или занимается частью этих вопросов. Либо отвечает, что, ну, скажем, пока они не готовы эти решения внедрить. Но, вы знаете, если солнце, вода и ветер в течение многих лет преобразуют нашу природную среду, то мы тоже верим, нам ничего не остается. Поэтому мы верим и мы будем продолжать. Что она или поздно это прислушивается. Да, что она или просто прислушивается. Как раз, может быть, нужны ваши советы. Я думаю, наверняка, вот мы уже говорили о регионах, мы понимаем, что Рига как метрополия, там здесь, точнее, сконцентрированы все ресурсы финансовые. Но, тем не менее, жизнь есть и за пределами Риги. Какие приоритеты для регионального бизнеса, для регионального развития, как вы видите, как ваши сотрудники Института экономики, что они думают по поводу регионов? Мы определили 8 основных приоритетов развития регионов. Прежде всего, конечно же, рыба гриньет с головы. И первый приоритет был абсолютно очевиден – это необходимо повышать уровень компетенции, знаний, руководителей регионов в вопросах развития предпринимательской среды. Очень большая разница, очень большой, скажем, разный рейтинг различных тех же самых краев или регионов по одним и тем же показателям. И он очень хорошо коррелируется с уровнем компетенции конкретного руководителя. То есть есть руководители, которые настолько заинтересованы в развитии своего региона, что они лично встречаются с каждым инвестором. Они лично приглашают инвесторов в свой регион. Они создают советы и прислушиваются к мнению предпринимателей. И есть, конечно же, регионы, которые… Ну, это отношение более бюрократическое. Поэтому это первый приоритет. Второй – это развитие человеческих ресурсов. Потому что те человеческие ресурсы, которые еще остались в наших регионах, наши следы показали, что очень важно давать именно эту поддержку, скажем, образовательную, мотивирующую для этих людей хотя бы на таких элементарных уровнях, с чего начать предпринимательство, как, допустим, развить свое домашнее хозяйство и получить какую-то лицензию, которая необходима и так далее. То есть такие элементарные вопросы, с которыми сталкиваются люди, они готовы это делать, но такой поддержки, несмотря на то, что у нас более 150 учреждений, которые занимаются поддержкой предпринимательства, тем не менее недостаточно. Следующий вопрос – это, конечно же, то, что в регионах мы прочувствовали этот недостаток кооперации и сотрудничества. В тех регионах, где удается создать эту систему сотрудничества между жителями или создать, допустим, свой общий бренд, допустим, Made in Saldo, и определенную платформу, когда поддерживаются какие-то местные инициативы, конечно, показатели там развития гораздо лучше. Следующий, четвертый приоритет – это развитие сельского туризма. Здесь у нас большой потенциал развития. Это и очень интересные виноделия, и сыроделия, и те уникальные домашние хозяйства, которые есть у нас на селе. И также развитие ремесленничества и этнических продуктов. Здесь этот вопрос очень интересный, потому что ремесленники, и вот это вот то, что сделано у нас руками, этот товар обладает высокой добавочной ценностью. Однако то, что не хватает пока, это уметь его, ну, недостаток маркетинга, или, скажем, подять его на достаточно высокий уровень. Ну, как выйти на рынки, в том числе экспортные, да? Да, и в том числе экспорты, да. Шестой момент – это умение, вы знаете, многофункционально использовать помещения. И это, кстати, не только в регионах, это также в Риге. Возьмем нашу национальную библиотеку хотя бы, да, то есть вложить огромные средства, если мы говорим с экономической точки зрения, в создание библиотеки, которая служит только одной функции, это не совсем, скажем, не совсем функционально. Достаточно функционально было бы сделать библиотеку, которая бы работала и концертный зал, и, если надо, музыкальная школа, и другие мероприятия, то есть… Чтобы это здание было наполнено многофункционально, да? Абсолютно. Не просто для одной цели, как хранение книг, условно говоря, да? Да, и которую можно, вы знаете, вот когда ты приходишь, ты в торговый центр приезжаешь, что ты там все получаешь, в общем-то, и машину можешь поставить, ты можешь и покушать, ты можешь… Машину даже помыть ты можешь. И можешь даже помыть, а к библиотеке даже подъехать толком ты не можешь, ты можешь искать, где и как запарковаться. Точно, точно. И это не совсем, да, не совсем, в общем-то, создано для того, чтобы ее использовать на полную мощность. Седьмой приоритет – это, если мы говорим об услугах, то услуги в регионах прежде всего должны быть направлены на мобильность, то есть мобильные услуги. Это, допустим, фургоны, даже, знаете, мобильные рестораны, мобильные парикмахерские и так далее. То есть потому что, к сожалению, обеспечить сервисом в каком-то небольшом регионе – это не оплачивается, не окупается. И еще один приоритет развития наших регионов – это, к сожалению, но, тем не менее, это наши социальные услуги. Соответственно, нашей статистике у нас уже практически каждый четвертый житель в ближайшем будущем – это пенсионер. И поэтому создание услуг для пенсионеров, дома пенсионеров, может быть, также на коммерческой основе, социальное предпринимательство, развитие вот именно этих направлений также обладает определенным потенциалом. Да, напомню, 31 октября и 1 ноября будет как раз разговор об этом, поиск экспертами и представителями, кстати, власти, оптимальных решений для латвийской экономики. Мы уже, в принципе, основные такие положения разобрали, скажем так. Вот на ваш взгляд, поскольку вы общаетесь с своими коллегами в институте, какие исследования сейчас были бы актуальны? Что, на ваш взгляд, все-таки еще нужно было бы провести какой-то анализ, вот каких-то, может быть, еще направлений в экономике? Исследования актуальны. Возможно, прежде всего, если мы говорим на макроуровне, это вопрос развития кооперации балтийских стран в целом. Если мы хотим поднять нашу экономику до уровня скандинавских стран и выйти в лидеры или хотя бы в десятку развитых экономик Европейского Союза, нам очень важно уметь кооперироваться и сотрудничать. Вот эти вопросы, то есть видеть немножко шире именно наших границ и уметь функционально сотрудничать с нашими соседями, скандинавскими странами, это одно из направлений, в котором я вижу действительно перспективу развития. Что касается нашей страны, да, это новые экономические направления, уже если мы смотрим после 2020 года, учитывая также влияние нашего нового, уже планируемого европейского бюджета на нас, и умение, скажем, направить, то есть разработать вот эти приоритетные направления в этом до после 2020 года, это было бы тоже очень, я думаю, необходимым для нашего государства в целом. Как создать лучшие условия для предпринимательской среды, как уметь, ведь мы сейчас сталкиваемся с большими трудностями для предпринимателей в банковском секторе, то есть наши инвестиции начинают убегать из Латвии. Причина тому, безусловно, те сложности, с которыми, может быть, и банки являются в том числе заложниками этих условий, но тем не менее для того, чтобы предпринимательство создавалось, необходимо, чтобы предпринимательство было хотя бы в свой конт в банке для ведения хозяйственной деятельности. Да, с этим, кстати говоря, иногда возникают проблемы, я сколько вот говорю с предпринимателями, иногда даже вот у латвийских компаний сейчас, вот возникают сложности с открытием счетов в латвийских банках, банки, видимо, вот настолько сейчас испуганы вот всей этой жестким контролем, регуляцией, зарегулированием и так далее, что зачастую даже не открывают счет. А как можешь ты вести хозяйственную деятельность, если у тебя нет счета? Именно, это нонсенс. Это нонсенс, и когда ты общаешься, интервьюируешь предпринимателей и спрашиваешь достаточно крупных предпринимателей, какая поддержка вам нужна от государства, значит, чаще всего получаешь ответы, знаете, нам ничего не нужно, вы просто нам не мешаете работать, но хотя бы просто у нас есть определенный счет в банке, чтобы мы могли эту деятельность осуществлять и платить налоги. Это было бы самым правильным, конечно же, решением. Ну, это один из важных вопросов. Я надеюсь, я уверена, что наш форум и наши ученые, которые будут представлять финансовую секцию, предоставят ряд рекомендаций, в том числе для нашего, для Министерства финансов, для нашего регулятора, как мы видим, как это решение или внедрение этих регуляций могло бы способствовать предпринимательству, а не ограничивать его, и могло бы коррелироваться также с теми другими законами, например, как закон о защите данных. С одной стороны, мы обладаем, то есть есть вот этот закон, что необходимо защищать данные, и ты имеешь полное право быть, то есть не афишировать свою информацию, а с другой стороны, мы являемся заложниками, что если мы эту информацию банкам не дадим, то нам просто не откроют счет. То есть вот абсолютно, как говорится, несоответствие, нет вот этого комплайенс между вот этими двумя законами. И что касается регуляции, то я понимаю, что есть определенные, ну, скажем, новшества, которые нужно вводить для более прозрачности финансовых операций. И развитие в этом направлении тоже необходимо, но оно должно идти вместе, рука об руку, именно с теми необходимыми рекомендациями, которые должны предприниматели быть готовы к которым и брать во внимание. То есть невозможно, то есть это совершенно, скажем, не, ну, наверное, это совершенно недопустимое отношение к предпринимателям, когда тебе закрывают комп, не объясняя и даже не… Ну, вы же можете в другом банке попытаться открыть, говорят они, да. Не давая рекомендации, что ожидают от тебя, от предпринимателя, да, то есть поменять вот так в один день условия без каких-нибудь, это тоже, безусловно, влияет на предпринимательскую среду. Это правда, вот будем надеяться, что и ваша конференция будет способствовать, ну, как бы улучшению предпринимательской среды, тем более, вот мне в прерыве напомнили, что как раз каждая ваша конференциями Института экономики заканчивается вот принятием каких-то, не знаю, резолюций, рекомендаций правительству, да? Абсолютно, да. Видимо, эта конференция будет не исключение. Именно, именно, мы, конечно же, и это будет не мнение просто какой-то, группы ученых, а это будет более широкое мнение уже участников этой конференции. Да, вот если какие-то предприниматели захотят поучаствовать в работе конференции, я так понимаю, они могут еще это сделать, есть какой-то сайт, наверное, да? Да, мы приглашаем всех заинтересованных, это предприниматели, ученые, студенты, также молодежь ожидаем на нашу конференцию 31 октября и 1 ноября, то есть это будет два дня конференции, пройдет это в Академии наук Латвии. Больше информации я приглашаю познакомиться на нашем сайте www.economicforum.lv Там же информация о наших спикерах, о нашей программе и возможность также поделиться мнениями всех слушателей с тем, что необходимо было бы, может быть, включить в рекомендации нашей резолюции. Спасибо большое, Нина Линда у нас была в студии, руководитель Института экономики и Академии наук. Во второй части после перерыва у нас будет мэр Риги Олег Буров. Не переключайтесь.